Дорогие мои, снова вас всех приветствую! Большое спасибо, что расстаетесь со мной. А почему снова? Да ведь всё очень просто. Это уже четвёртый выпуск серии о моей первой модельной поездке в Милан. Так что, если вы пропустили три первые видео, то в описании ищите ссылочку на самую-самую первую часть, догоняйте нас и добро пожаловать! В общем, ребят, сначала я хочу вам сказать, что это так сложно выкладывать эти видео в моих условиях. Что только я не делаю для этого, вы бы знали, в каких позах только я не пыталась в комнате выложить сегодня видео. На каких этажах я только не лежала, чтобы интернет хоть немножко стал лучше. Я уже спробовала всё, я уже изнылась всем, кто там внизу на ресепшене был. В итоге, короче, меня пустили, меня пустили в каморочку. Я подсоединилась к проводному интернету, теперь загружаю видео, хоть как-то работает. Так сказать, выпросила. Умею просить. Боже, видите, это, я не верю своим глазам, он бежит, этот струсик бежит просто. До этого она загружалась, наверное, 1% за, ну, минут 40. Теперь она бежит, я просто, ах, это идеально. Один тусов, я с компьютером, возвращаюсь в номер, только что загрузила видео. Можно спать. В итоге я это сделала. Да, я очень устала, и я отрубаюсь уже 3 часа, но я это сделала. Короче, всё ради вас. Почему мне всегда очень сильно нравится плющ на домах, все эти свисающие деревья. Это так красиво, посмотрите. Да, это же на таком незрачном домике, это красиво. И вон там на балконах. И тут вот такие балкончики, смотрите. И вон там вот деревья, прямо на большом балконе. И снова. Вот, это вообще класс. Это вообще очень круто. В общем, если вы гуляете по Милану, чаще поднимайте голову вверх. Знаете, почему я назвала себя плохой моделью, и почему я так говорю о себе? Потому что всю жизнь, мои друзья не дадут мне соврать, я очень много ем, вообще не толстею. Я ем просто всё подряд, вообще не парюсь в своём весе, иногда я много занимаюсь спортом, и тем не менее, я выгляжу хорошо. И тут, как назло, я приехала в модельную поездку, хотела вам это наглядно показать. Просто пробовать всякую хрень здесь, которую только можно, не следить за своим питанием, и быть, так сказать, плохой моделью с хорошей внешностью. И тут, как назло, я приехала, и у меня начались огромнейшие проблемы с кожей. Поэтому, внимание, на ваших глазах будет сделано магическое превращение из плохой модели в хорошую. Теперь мне придётся следить за собой, следить за питанием и так далее. Человек отказывается меня вести. Это он, что, не чувствует мой вес, или что? Типа, я слишком лёгкая для него. Что? Вообще не отказывается меня вести, что такое? Я отстояла, это огромная очередь, каждую девочку принимали по минут 10, пришлось очень долго ждать. И в итоге, когда передо мной осталось уже где-то 4 человека, просто стали просить комкарды, то есть просто композиты стали просить и отсылали домой. Значит, до этого они явно подобрали себе уже кого-то. Так что вот почему, мои дорогие, я вам говорила, что нужно приходить в самом начале, но не самыми первыми. Сегодня я обедаю в кафешке, приучиваю себя кушать правильно. Угу, угу, угу. Не, как обычно, да? Я хотела пойти туда. Теперь покупаю себе всякие натуральные биосоки. Буду их пить вместо того, чтобы брать в рот всякую фигню, типа чипсиков, печенек на перекус, что я постоянно раньше делала. Я вот только прибежала домой, думала, сегодня отдохну, потому что, честно говоря, не очень себя чувствую. Думала, что домонтирую видео наконец-то, все выложу спокойно. Но мне несколько раз звонили из агентства, оказывается, у меня еще один кастинг образовался. Оказывается, мне сделали коллбак в еще одном месте, меня очень хотят видеть. Оказывается, в агентстве мне распечатали новую книжку из тех самых фотографий, и мне нужно ее забрать. И еще там парочку дел решить в агентстве. Как оказалось, я занята до самого вечера, и сейчас посижу полчасика и выбегу обратно. Итак, подошло время рубрики «Как?», и сегодня я вам расскажу, как выглядит расписание модели. Каждый день вам на почту будут присылать ваше расписание, точнее, каждый вечер на следующий день. Просто вот тут у меня есть несколько распечатанных в виде, это, например, вот за первый день. Расскажу вам подробнее. Тут написано число, ваше имя и ваше агентство. Расскажу вам, какие бывают виды кастингов, в принципе, как их различать. Вот есть кастинг «Гоуси». Начнем с этого. «Гоуси» — это значит, что конкретно вас заказали, конкретно вас хотят увидеть. То есть, например, просмотрели модели вашего агентства, вы понравились, и вас хотят увидеть вживую, посмотреть на вашу походку и так далее и тому подобное. Что здесь пишется? Ну, в принципе, имя компании или бренда. И здесь пишется время, во сколько вы можете прийти. Например, на этом кастинге было две возможности. То есть это не раньше 10.30 и не позже 12. Или потом не раньше 3 и не позже 5. Тут также пишется адрес, по которому вам нужно прийти. И напишутся какие-то опции. То есть иногда там нужно взять, вот как здесь в этом случае, туфли с собой на высоком каблуке или что-то такое. И здесь для того, чтобы вам было удобнее, пишется, кого вы должны спросить. Чтобы вы могли подойти к человеку и спросить, а где вот то-то, где вот это. И вам просто подсказали, куда именно вам дальше идти. Это категория кастингов callback. Callback — это значит, когда вас посмотрели на go see и вас вызывают обратно. То есть фигура очень понравилась или ваше лицо очень понравилось, и на вас хотят померить их продукт, собственно говоря. Ну и тут все то же самое. Как правило, начается определенное время. То есть он также адрес, кого спросить и имя бренда. Также хочу обратить ваше внимание, что в расписании вашем предусмотрено все, и там могут случаться не только такие вещи, как go see и callback кастинги, но и такие вещи, как note. Например, вот конкретно в этот день, может быть, вы помните, я брала уроки походки. И вот у меня note, что прийти в агентство, во столько-то, во столько-то, для того, чтобы пройти эти уроки. Или note, что мне нужно было получить медицинский сертификат, который я так и не получила. И есть такая вещь, как просто кастинг. Это значит, что общий массовый кастинг для всех моделей, всех массово вызывают, всех хотят видеть. То есть, как правило, на таких вещах, на таких кастингах сброд всех моделей, как я вам до этого показывала, как правило, очень много людей, очень большая очередь и так далее. Также хочу отметить, как вы, наверное, уже поняли в предыдущем видео, что нужно быть всегда на чеку, потому что пропустить кастинг очень легко. Нужно всегда проверять почту, это не значит, что если вы проверили ее вечером, и у вас уже есть готовое расписание, и вы все планируете в свой день, идете по нему. Вы должны будете проверить ее, как встанете, потому что там могут быть некоторые изменения или дополнения. Поведу банальный пример, вот как у меня был. Мне прислали в пятницу расписание на понедельник. Я думаю, опа, все, выходные, у меня ничего нет. И так и было. То есть, в субботу мне ничего не прислали, никаких кастингов. Я была в Вероне, вы помните. И потом, вот, вы видите, что... Следующее сообщение буквально. Вы видите, что оно пришло мне в воскресенье. Что у меня кастинг на Версачи в 11.00. Я проверила его в 14.00. То есть, я проверяла почту в 9.30 или в 10.00, у меня ничего не было. Ну и в итоге мне это прислали в без 20.11, по-моему. То есть, всегда нужно проверять, чуть ли не каждую минуту, и нужно быть всегда-всегда на готовом. Обновила книжечку. Бежим на callback. Боже, ребят, с какими шикарными людьми я сейчас пообщалась. Я приехала в какой-то конец города, очень долго ехала, но это того стоило. Я, конечно, не буду говорить заранее, но, похоже, они меня взяли. Мы очень разболтались. У них маленький ребеночек, маленькая малышечка. Я спросила, сколько ей лет. У меня просто брату столько же, сколько ей. И мы там поболтали. Очень классно. Я ему очень понравилась. В общем, это было так здорово. Там была какая-то семья. Как будто две женщины, такие модельеры. Мужчина и вот ребеночек. Я пришла немножко раньше. Я пришла сама первая. Я пришла на полчаса раньше. Так что, может быть, все-таки раньше приходить хорошо. Как же это не похоже на меня. Но это мой полуужин. Теперь то, что я беру с собой, это не круассан с шоколадкой, бутербродом, а мюсли с орешками, ягодками. Еще, как будто ни было, в современной моде действительно востребованы больше всего девочки, которые обладают какими-то, так сказать, нестандартными параметрами внешности. В современном мире обычные люди, наверное, бы назвали это страшным, каким-то уродливым изъяном внешности. Но в моделинге это скорее будет вашей изюминкой. И это больше сыграет плюсом, чем минусом для вас. И на своей вот этой вот необычной красоте, сейчас ее так называют, необычная красота, вы сможете построить очень хорошую карьеру. Поэтому не спешите с выводами и ищите в себе что-то нестандартное, необычное, которое, может быть, другим людям всегда казалось страшным вас. Потому что, например, помогу привести в пример вам мою соседку, девочка, с которой я живу. Она очень красивая. Она была такой блондиночкой, такая вообще просто чудо. Я увидела в фейсбуке ее фотографию, просто класс. Но она выбрилась на лосы. Для меня это выглядит страшно. Но в ее карьере сразу щелк, это сразу же просто вверх карьера пошла. Сейчас она очень востребована. У нее очень много кастингов, очень крутые заказчики, крутые клиенты. И действительно, сейчас в современной моде почти все дизайнеры просто находятся в погоне за такими девчонками. Что за чудо тут сидит? Что за чудо? Чудо, блядь, доброе утро. Да, от этого я еще никак не могу отказаться. Я страшная, страшная сладкоежка. Сегодня так забеглась на кастингах, ничего не успеваю снимать. Всем везде нравлюсь. Вот сейчас перемерила кучу одежды. Что это было? Как будто за мной следят. Ладно, я уже сейчас получила работу свою первую, которая состоится в понедельник вообще в другом городе. В общем, сейчас со всем этим разбираюсь, просто ношусь везде, ничего не успеваю. Сейчас бегу на последний кастинг за сегодня. И сегодня в качестве сюрприза я решила показать вам Милан с прекраснейшей террасой главного собора Дуома. Пойдемте посмотрим. Что вы сейчас видите, это площадь перед кафедральным собором Милана дома. Безумно красивое зрелище, особенно в такой солнечный день. Должна сказать, что я сразу же приобрела билет, который называется Дом Апес, и он предоставляет вам возможность посещения всех главных замечательностей, связанных с собором, в течение трех дней. А именно сам собор изнутри, археологическая зона, раскопки которой были произведены совершенно недавно, точно так же маленькая церковь Святого Готарда, конечно же терраса дома самого собора, панорама города и так далее. И музей дома, в котором вы можете посмотреть вблизи на все эти статуэтки, и что бы то ни было внутри собора или на нем. А вот это, ребят, ливники. О них я вам еще позже скажу в видео, так что запоминайте, как они выглядят. Новые кроссовки совершенно, как полагается, очень сильно натерли мне ноги, я еле сейчас иду. Приходится в перерывах между кастингами возвращаться домой. Ну, туда пообедаю, хотя бы хорошо дома. Тут читаю, сижу, купила книжечку перед тем, как пойти в собор, чтобы узнать его историю подробнее и вообще узнать, куда идти, на что обращать внимание и так далее. Да, на видео, может, это выглядит не очень, но это авокадо с пестой, и это настолько вкусно. Я это обычно вот так вот мешаю все, получается такая на мешанина и на лавашек, и это просто, просто божественно. В здании, где нужно покупать билеты, у них все очень оперативненько, они быстренько сразу тебе выдают такую бумажечку, выбивают тебе твой номерочек, ты стоишь в этой очереди, смотришь какие-то цены, решаешь, какой тебе билет купить, параллельно смотришь разные сувениры, покупаешь, если что-то там нужно. В общем, у них там все схвачено. Они в том здании еще выдают такую карточку тебе, что подарочек, вот, пожалуйста, купи в нашем вот магазине что-нибудь, и тебе будет подарочек. И знаете, как выглядит этот подарочек? Я купила, знаете, как он выглядит? Та-дам! Посмотрите, какой шикарный подарочек. В общем, я взяла билет, чтобы подниматься пешком, может, было на лифте, но я решила, прочувствую все это. И подняться сквозь эти шпили, увидеть все это изнутри, так сказать. Кстати, это было очень умное решение делать это с натертым ногами. Очень мило, правда? Прекрасно. Я, кстати, думала, будет как-то красивее. Хотя бы что-то, может, здесь уезжаю, здесь просто одни эти маленькие проходики и еще. Посмотрите, как красиво. Только что поднялась. Так, здорово вблизи рассматривать каждую башнику. Представляете, сколько трудов. Ребят, всем советую покупать книжку и ходить вот так вот читать, или до этого успеть прочитать. Просто я не успела за кастингом. Вот дождевые ливники. Они, кстати, вот здесь вот. Вот один, например. А вот второй. Их тут всего 150 вокруг здания. А вот и крыша, смотрите. На каждом в пиле статуя. И у нее у каждой есть история. Авентам Мадонина. Это статуя Мадонны, самая известная. Она очень большая. Она, по-моему, в высоту 4 метра. И эта статуя Мадонны просто местные жители называют уменьшительно восхать, именно Мадонина. Вот одна часть виду. Смотрите. За статуей очень красиво. Сейчас встаю и читаю про каждую из них. Вообще про историю собора. Очень интересно. Вот со второй части то, что видно. Красиво, очень правда? Специально пришла сюда к закату. Потому что очень красивые виды и солнце самое-самое приятное. Не знаю, ребят, я могу стоять здесь вечно. Так красиво я просто стою и читаю. Вдохновляюсь этими видами. Просто шикарно. Стою, наблюдаю за людьми. За закатом. Ну, конечно, в действительности это еще красивее, но все же может быть вы оцените. Вот тут рассказано про эти шпили. И я не могу найти вот этот главный шпиль. Он самый древний. Его назвали в честь человека. Карелли. Вот написано башню Карелли. Это статуя святого Георгия. Но его назвали Карелли в честь человека, который вложил огромную-огромную сумму в строительство собора. Я не могу винать. Мне почему-то кажется, что я ее не найду. Она вот на той стороне, за этим строительством. Мне кажется, она со стороны апсиды здания. Вон там вот апсиды. Ну, да, примерно такую картину я сейчас могу наблюдать. А, ребят, как же это замечательно. Никуда не хочу уходить. Я все-таки добралась до апсиды здания и нашла вот эту статуу. Правда, она стоит ко мне задом, но не ухожу. Все, дождалась я заката. Все увидела, все, что хотела на террасе. И охранник, молодой парень, очень приятный молодой парень, я, видимо, понравилась. Так что плюс иметь хорошую внешность. И он мне показал, провел в те места, где было строительство и показал очень-очень красивые вещи, которые были недоступны глазу обычного туриста. Так что очень здорово. Я не снимала вам все, но это такие красоты. Это просто реально стоит посмотреть в действительности вживую. Это не описать словами. Признаться вам честно, видео становится выпускать довольно сложно, поскольку появляется большое количество работы. Огромнейшее количество этих кастингов каждый день. Ты просто бегаешь, как белка в колесе, изо дня в день, с утра до вечера, и даже не успеваешь пройти все. Приходится выбирать. В общем, я ни в коем случае не собираюсь вам жаловаться и буду продолжать точно так же стараться. Просто, по моему мнению, если что-то выпускать, то что-то годное и интересное. Так что я надеюсь, вы оцените мои старания. К тому же, девчоночки, запомните, если вы приехали все-таки в модельную поездку, то нужно относиться к делу максимально серьезно и монтировать видео по ночам и не спать никуда не годится. А вообще, всем огромное-огромное спасибо за просмотр. Не забывайте мне поддержать пальчиком вверх и подпиской на канал. И до скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!